здравствуйте мои маленькие любители экстремизма сегодня у нас очередное блюдо спортивного питания под названием запеканка от запеканки растут мышцы так вот в чем фишка фишка в том что в запеканке много белка из творога из яиц мы добавим туда еще белочка запеканка быстро и очень просто готовится долго хранится и что самое главное она вкусная поэтому еще сделаем что нам для этого понадобится несколько пачек творога но тут у меня разный нашел низко калорийный почему потому что нам не нужен лишний жир в продуктах чем меньше жира тем больше рельефа пара яичек пара яичек чуть-чуть молока протеин добавим изюма и немножко манной крупы готовится все моментом пока что мы обсудим какие-то новости новости же прошли прошло какое-то время что случилось костяну что случилось интересно расскажи но похоже в раисе хотят вести аналог крепостного права и начали с депутатов да ладно ну предложили каждому депутату взять себе помощники молодого человека от 18 и до кажется 25 лет взять молодого человека депутатов предложили но это не самый сок самый сок то что платить ты ему не будут а я вот читал а я вот читал что от 15 лет это сельской местности а в сельской местности там че то есть это платить не будут но что может дусоваться в госдуме мальчиком мальчиком там пидорасов ну просто пиес ходит туда-сюда лазит почему это помощники просто кстати обратил внимание что там написано рекомендуют искать помощников в социальных сетях в твиттере я знаю думаю сейчас у нас депутаты дают попадаться нашим наживкам привет я депутат хочешь работать в госдуме ну давай сразу уходим в кафе может быть посидим немножко я тебе расскажу когда у тебя когда у тебя мамы дома нету я подарю тебе корочку депутата я ты любишь попку ну например такие будут разговоры я всего лишь хотел на работу при этом работу я я примерно знаю чем это закончится если мы поймаем депутата но с другой стороны плюс плюс всех этих педофильских тем в том что если мы поймаем депутата педофила неопровержим и это докажем путем демонстрации их сепаратно-анальных переговоров все остальные депутаты педофилов отвернутся что это это же как у мух мальчиков фу какая гадость не с нами ребят ну я же с вами вместе мы ходили там в клуб специально мы тебя не знаем так яйца здесь можно вместе с желтками тут немного еще интересного с решили легализовать до своих этих голубятню все ну да и глупать не регулирует нашим таким ущемленным в правах регионом ущемленных правах регионом а значит предприняты предприняты первые шаги к законам шариата в части субъектов вводится такое понятие как обычай вот это так 4 таблетки сахара извините так сюда что в общем президент подписал закон обеспечивающий признание сельских обычаев это вот как в америке там в некоторых штатах принято девочек с 12 лет драть дата замуж брать но я не знаю как там в штатах как я бы чего раз я боюсь знать какие обычаи сельской местности я даже не хотел бы южные до сельской местности какие обычаи сушил то что даже в северной и восточной сельской местности я боюсь я помню мы в воронеж приехали на концерт на капот ягуара насыпали ведро песка просто ведро песка боеваешь я не знаю какой это был типа хули приперлись москвач москвач конечно так немножко протеинчика сразу сюда посыпаем и чуть для вкуса тем безвкусный по сути дела порция так но нормально обычаи в принципе допустим чтобы не было до судов за стрельбу из драматических пистолетов да это по обычаю интересно в средней полосе россии есть какие-то свои обычаи я думаю средний нет нет а средний бы охуели что ли экстремисты что ли нацисты блять не средний средний обычный к 1 пить водку но там у них зато будут после 11 продавать по обычаю так поехали я не ту не ту эту взял насадку вот эту сучу перепутал чуть-чуть вообще как это поехали специально насадочка же есть я счет упал ну так ванны каш для густоты немножко сахара добавляем далее соли нет блять свой перец это искусств истории с полонским но в камбодже его арестовали посадили в тюрьму но в общем они поехали с товарищами покататься на катере и зачем-то взяли в приятную команду заперли их в кубрики изнасилованы тут знаешь в чем есть маленький нюанс полонскому 40 домов спутников 24 года камбоджа является таким местом секс-туризма скажу экзотического история темная лишь там был нет я был в комбодже а я в вьетнаме так ну ладно поверим вот и сейчас сейчас у вас такая ситуация либо приносит извинения морякам и те соглашаются его отпускает в течение одного-двух дней и рота задерживается в тюрьме до января но не потому что даму а суде сразу такое потому что у них умер король и в январе всеобщая амнистия по этому поводу я бы их нахуй послал бы сидел в тюрьме как узник совести но там такая тюрьма что там особо не посидишь на хули ему будет учетом за 2 или выебу что нет там в камере 40 человек она расчитана переполнен стюм в которой он сидит 300 процентов да это кстати ты думаешь так вот прям много я сидел в камере на 12 человек там было 40 ну и что такого зачем мне кажется температура 40 это минус всем привет воняет это у вас тоже самое это же самое у нас про еду не будем прикладах много изюм то что я люблю я что-то меняешь на тренировку пойду приду оттуда уставшись кушаю изюм с изюмчиком а ты слыхал марш этих миллиардов которые 13 января 5 объявили марш номера позиционеры марш теперь марш против подлецов кстати здесь очень правильный момент потому что ну когда был марш миллиона да у них называлась миллионах то не было сотен тысяч даже не было кульсосы приходят 10 или 20 до марш миллионов и всегда уже врете уже мы только изначально врете а марш против подлецов как бы уже вроде как бы можно в пятером провести понимаешь марш хуесосов против пидорасов марш подлецов против негодяев ну то есть принципе и уже там по не докажи пусть кого они маршируют кто там сколько человек да я думаю что придет ну тысяч может 10 погода будет погода не естественно зависит чем холоднее тем меньше будет хотя позже первые то не было холодно дико камера это когда там это когда какой-то там антифашист в маске орал андрюх 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 а это когда еще там колонна шава шла и мы яйцами начали закидывать а их они кричали что там остановим фашизм да и что не вижу яйца летят бойцы доблестные петухи боевые не это было весело еще сходим может быть на марш миллиардов против подлецов марш миллиардов против подлецова звучит надо замаскироваться под подлецов я глядя не подожди подожди надо замаскироваться под кого-нибудь и прийти туда митинговать с ними они меня не спалили будет очень весело да надо будет сходить на марш на марш против я тоже против подлецов все против подлецов тоже чем-то смешно сделать может яйцами прийти туда покидать надо подумать может интервью не взять принудительный конь андрюха разыщен в маске был кожи водой будел на буденовке да 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 будем по буденовке мы его узнаем так берем массу получившуюся выкладываем в формочку все так разглаживаем ложкой главное разгладить ложкой хорошо и я еще чисто от себя вам как это делать не рекомендую ни в коем случае значит рисую запрещенный символ ложкой сверху на запеканке этот символ помогает не могу назвать но этот символ помогает лучшему усвоению каши каши там запеканки всего вот все очень хорошо получилось красиво можно еще изюм его выложить ну ладно не стоит видимо все включаем духовку и убираем с чудо-знаком которые делают более питательным блюдо убираем в духовку так поставил здесь на максимум сколько 250 градусов ну и ждем пока не запечется но я думаю минут 20 точно там если что поменяем готова достаем 20 минут с идеальной корочкой поджаристой но накладываем накладываем проблема естественно в том что готовил я жрать будет еще вот этот вот за за камерой вот то есть наживается ну конечно так заебись как постоял за камерой там перед пиздой потряс свои ну и он потряс ну я не буду рассказывать соратникам но суть в том что а это что такое шоколад что ли а а чем коричневый потому что сейчас зеленый слоник смотрел слоника ты причем не скажут говняный как сразу ты знал что это говняный да может это просто зеленый слонику уважаемые соратники я не видел отвратительней фильма чем зеленый слоник никогда не смотрите значит суть там в том что два солдата попадают на губ вахту офицера 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 и начинает там жрать говно что-то там братья на геста я не от пола отживаться малофья очень просто пиздец там весь вилку то ебут в крови там трахею выдирают из горла что-то короче отвратительный вообще ничего не видел так ну а дальше посмотри человеческому нагоношку тоже очень хорошая картина я лучше посмотрел знаешь какой нибудь добрый хороший фильм чего но пилу допустим первая часть очень хорошая милая картина вот допустим первая часть пилы вторая там третья судьба в том что каждый человек может сам решить будет жить он или умрет от него это зависит ну по сути хочет жить то будет а вот последней части как бы качество съемки уровень все тоже а вот не хватает именно вот этого варианта что человек сам решает сам себя спасает потому что один кто-нибудь пытается спасти других петельных не получается не все умирают нету просто лишь уже от них зависит эти как бы и не люди получается они сами по себе не могут ничего решить слушай а ты вот слышал такой типа новость дня школьнику которого сломали челюсть более должны поделить обвинения встречные школьнику сломали послал челюсть таджик дворник да он из кинул там свежок его спину тот черенком под лопатой ему сломал челюсть правильно все вот подключилась общественность там какой-то жители дома написали положительную характеристику дворнику что Боря который там на самом деле бахром какой-то бахруш бахрош хороший человек добрый отзывчивый а у школьник маленькая твой маленькая мразь конечно ну да значит у школьника на странице обнаружились видеоматериалы где они втроем с одноклассниками избивают кого-то четвертого парня ну вроде как на видео 16 школьник это объяснил видео так что типа ну парень нас обзывался и мы его побили ну короче какая-то страна какой школьник 16 лет уже да здесь непонятно единственное что эта история смущает что вообще ну какая разница что там у школьника за страниц его сломал челюсть взрослый мужик 32 лет нет но знаешь это очень правильно сломал челюсть я считаю что узбеки должны уже бороться за свои права давно а ничем хуже чем геи евреи ничем они тоже как бы граждане практически даже если не граждане тоже живут здесь метров не уже могут получить гражданство потому что но я подписано я ведь тоже в детстве бросал снежки там в этих китайцев бутылки узбеков таджиков камни паутина поступал не делил их национальности на разы ну я классифицировал но различий между узбеками китайцами и допустим азербайджанцами не делал никогда здесь я был очень толерантен но тем не менее надо же было мне тогда еще челюсть сломать еще лучше руки и ноги чтобы я не разжигал вражду впоследствии если мальчику этому школьнику сломал узбек челюсть он оказал услугу его родителям государству его надо предстоит к награде а мальчик мальчика 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 сразу посадить его можно на пожар да ну лет на восемь да на пожар он растет же ведь уже с малого лета лет на восемь посадить выйдет опять сядет ну там нормально он уже все это а если опять за старой опять кольтаджика снежком вот я сяю все равно интересно какая цепочка побоище на марсовом поле этот снежковая да ну когда полиция приехала и школьников разгонавался снежками новое оружие снежок и тут уже школьник со снежком нападает на мигранта узбека снежковая революция оппозиционерам надо предложить снежковая революция значит спецслужбы смотри сейчас мы начнем с эти призывы к массовым беспорядкам спецслужбы будут убирать весь снег значит таджикские спецслужбы таджикские спецслужбы уберут весь снег в районе проведения митингов вообще весь значит белолеточники принесу снежки с собой в таких сумках холодильниках сумки-холодильники да с фольгой там все из дома принесу снежки снежки будут изъяты замерено процентное соотношение крупных частиц льда и у кого их много сразу признают холодным оружием холодное оружие 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 все человек то можно таким раздробить можно не это все правильно я считаю ну потому что уже врагу уже хватит разжигать надо прекращать это все все люди уже все люди говно правильно и вообще независимости надо убивать всех людей что нет надо любить всех да все люди говно но всех любить да ну вот все тогда но заметил какое уже законопрощество у нас на может быть депутатами да кстати да ну слушай сравнение с тем что заменить вот значок яблоко надкусывание на айфонах на крест православный через закон мы такого опыта придумали бы да кто-то запретил смотри я бы допустим поправку ввел статья изнасилования что если девушка первая написала в контакте привет парню то изнасилование быть вообще не может в принципе то есть оправдательный приговор на все сто процентов в хуй сама хотела действительно то есть но для машины помогание не ну все с ее стороны уже как бы все уже можно уже ее заслуживать не зачем заслуживать домогала что ну что выебли и выебли ее но еще на деньги деньги да можно взять ну вот первое второе значит даже если нет доказательств как вот в контакте познакомились но если девушка находится у парня дома и была выебана тоже не может быть изнасилована чем пришла чем пришла ну как бы чем пришла алгебру учить нет то здесь рациональность должна быть ну знаешь на зоне где я сидел там была ситуация смешная тип был осужден за изнасилование ему оставалось еще 6 лет сидеть а телка которую он изнасиловал вышла за него замуж после изнасилования когда он уже сидел на зоне ездил к нему на свиданке прислала передачки я может быть ну что то не догоняю но в этой семейной жизни его не оправдывают он сидел как ну как он сидел так и сидит он ее изнасиловал она к нему ездит там дальше насиловаться не реально это не шутка а ты вот читаешь правые новости там воеводин пишет что позор такая статья как у тебя типа съездит такой позорно что думаешь я не знаю точно он это пишет или нет потому что может быть какой-то просто пидорас интервью берет но брал изгой 282 изгой 282 слушая к нему нормально относился общались с ним но потом получилось так что я его ваське петухом назвал ну так шутку типа ну ты же петух сосал за шоколадки ну шутка же шутка подъебал да он как бы отправил меня в черный список обиделся на меня и месяц не отвечал подруга ты меня назвал петухом что-то не перепишет эту дураш я шутил пошел ты вон я с тобой не дружу я не знаю ну как бы это наводит на подозрение на легкие ну может оскорбить на человека такое я бы себя с ножом бы не порнул мне от угрозы убийства если бы был петухом и тебе такое написали конечно ты бы от этого оскорбился ну как бы вправо движет и принято что пошутить ничего страшного ну как бы как не ну наверное ну сам знаю в принципе во первых я вроде не выбирал статью по какой меня посадят это но самое первое втором их и пуху не хорошо что-то во втором еще пух учетом выводим думаете и в тюрьме ну если честно я его не знаю ну конечно делу хорошие дела вот хотя и преступник конечно все осужден против против всего чем делал но собственно тебе и в вину в меня и что типа никакого прямого действия лишь там клоун что за то что меня не осудили за какие-то реальные дела да не очень интересно причем он все время мне что-то в вину ввиняет но он не то что тебе там весь движ у него ему не нравится все не устраивает нету прямого действия все развалено в голове было если бы оно было прямое действие все вот такие уличные бойцы да ну что дальше ну всех перебили они и итог итог какой ну когда я был маленький я думал что сейчас мы соберемся толпой и все захватим да я даже представлял как мы идем с арматурой по улице значит по улице молодогвардейская потом уже на кутузском проспекте и потом кремлю все с арматурами подходим и захватываем кремль и если до что но у меня так дошло уже после революционного устройства что министром легкой промышленности я своего крепота хотел назначить ну пошло вроде что-то хорошее поставил тебе пятерку нет хорошо рассказывал про предметы я подумал что хорошо знает вроде пиджак потянет на министра не слушай но я узнаю когда мусора ко мне ходили и обещали предъявить обвинение в 30 убийствах ну реально был такой период ходили постоянно это все приносили я так уже бритовку короче приготовил положил думаю если предъявит это все я знаю нашу судебную систему никого не оправдывают ну да нафиг надо это все это уже никогда не выйдешь я уже готовил скрыться наглухо все поеду лучше уши к исусу ну я не знаю кто там я не думаю что там исус я думаю там скорее всего ничего нету ну может быть встречу между мирами и путешествовать не важно бритву приготовил думаю если принесу обвинение то все хрен его знает но что-то подфартило чуть-чуть да подфартило но что-то выводит не скрывается я хрен его знаю мой раховы его его дело собственно мне реально срачом там пишите особо надо вообще часто читаешь комментарии там вот это все ну я так могу комментарии читать какие-то статейки про себя понятно не мониторишь да благосферу тоже забил всю благосферу мониторил бы очки были вот такие же я знаю что я по первости когда только выжил из тюрьмы знаешь так стал переживать ну пишу газа посмотрите путинская власть и выпустила кисака курорта а ходорковскому приговор ну понятно на что это все намекается блять какой же гондон это блять отсидел по звонку вышел мне кстати упор да везде пишут по удо вышел почему вышел куда сколько дейте гостины сколько дней скостили то что вышел по звонку как бы он в принципе все знают но все да не все ну что теперь пусть пишут что хотят но я смотри ты особо не читаешь да уже да конечно я думаю что я в движи там до сих пор остаюсь почему я ну чтобы же хуй сосов говно льют и продался я и занимать хуйнёй какие-то кулинарные шоу делаю деньги на соратниках наживаю покупаю педофилия там за педофилами гоняюсь вместо того чтобы резать хачей ножами а вот но дело в том что я не уважаю людей и мне похуй на тех кто критикует ну просто срать ну да ну в черный список знаешь что самое интересное ты везде открыто заявляешь что это на способ заработка блять а у других способ заработка доходить на работу в принципе ну та же суть ты являешься какой-то марионеткой не знаю как назвать правильно являешься инструментом но ты готовишь за это получаешь деньги ну пытаемся получить не ну пытаемся смотри нет я сейчас вам расскажу суть уважаемым соратникам как я наживаюсь на них я наживаюсь не на вас если вы подписываетесь на канал вот я прошу подписывайтесь на канал если хотите просто так новые выпуски нет вам это ничего не стоит абсолютно то есть никому ничего не стоит но в видосе всплывает реклама за рекламу за тысячу просмотров ролика я получаю где-то полтора доллара соответственно соответственно с миллиона просмотров полторы тысячи долларов но не сказать что у меня очень много денег youtube приносит но тем не менее вам это не стоит вообще ничего вы можете закрывать рекламу не покупать то что вам предлагают я помню сайт с проститутками пока был формат 18 и я пытался рекламировать больше там типа переход с нашего сайта протеинобанта да 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 и там короче все вопили что доживаешься на сарате разврат несешь развращаешь движение да рекламируешь проституток но суть то была именно в том что ты заходишь на сайт проституток с него деньги снимаются а ты правый человек правый человек как кремень ты не будешь снимать проститутку а деньги у них забирать то есть это было очевидно но но не поняли немного немногие дарновидные не все все так да продает протеин наживается на сарате как раздавать советы бесплатные книжки книжки должен бесплатно раздавать но не хочу к советчикам относишься какое-то видео выложил и сразу принесли советы как держать что там фпс провисли я знаю я почитаю на читал комментарии я вот честно скажу я прочитал первые 100 комментариев к видео с выступлений на вайтрексе 100 комментариев я прочитал я реально ужаснулся потому что я думаю прямо вот выйдешь на улицу а там все микс файтеры вот ну то все того гляди зубы там аватарку как не открою у человека бицепс как у меня запястье но он знает как руки держать как двигаться он как бы видно что по предложению по его комментарию понятно что ниже кмс по по всему по по всему по всему по всему я думаю не дай бог на такого нарвешь ведь лох с виду чмо просто там ему прям в глаза плюнь он умрет на самом-то деле микс файтер на самый угар когда ты стоишь в углу там ну пытаешь что-то разглядеть ужас в глазах не дебил конечно как я линзы мог забыть купить ладно сейчас операцию сделаю и сейчас он наживется на вас и наконец-то да короче надо заканчивать наш выпуск который уважаемых соратников уже наверно совсем убрали уже наверно в школу пора вставать все поэтому подписывайтесь на канал кликайте на рекламу все везутся на рекламу зачем ну закрывайте рекламу ничего страшного хуй с ним будем кидать youtube на рекламу белковый омлет белковые запеканка белковая запеканка готовится за 25 минут 20 в духовке 5 минут все это собирается и за полчаса сжирается на ногтей пока